Музыка Я не знаю, что снимать, нашу или Жигу. Короче, друзья, установили защиту бампера. Сразу же проговорю, есть в наличии, пока есть в наличии на момент съемки этого видео. Вот, значит, поставили дугу. Бампер, конечно, такого качества себе. Все знают про эти бампера, АБС, пластик. Но, тем не менее, все, мы подогнали. Тут мучились, несколько раз его снимали. Ставили рамочку из нержавейки. Но это видео не для тех, кто комментирует, а как реагируют гаишники на весь тюнинг. Короче, это для гурманов и ценителей. Кто это, вышел из системы, так скажем. Еще, друзья, установили противотуманки. Все мы известные, линзовые. Но они здесь прошны, дальний и ближний свет. Светят хорошо, все хорошо. Но, блин, один есть минус с этим бампером. Они трясутся. Вот все, что не пробовали, уже все переделали. И кронштейны тут переделывали. И всякие разные пробовали. Ни хрена не получается. Все равно вот она ее трясет, прям видно. Сейчас мы что решили сделать? Вот мы установили решетку. Здесь мощные кронштейны переделали. Изготовили металлические. И, наверное, к ним изготовим какой-то дополнительный кронштейн, чтобы эта противотуманка держалась, уже крепилась на этот кронштейн, независимо от бампера, чтобы она никакого отношения к бамперу не имела. И вот тогда, наверное, она будет ровно стоять, не трястись. Так что это уже в следующих историях. Вот, про туманки. А так, мне нравится, они светятся. И лампы здесь аж четвертые, линзовые тоже стоят. Вот, они... Вот, бюджетный вариант, так скажем, и света достаточно, и по цене демократично. Вот, как-то так. Вот, колпачочки, куда же без них. Вот, все это. Усиленные диски поставил, Гулт Уилл Экстра. Оригинальные, настоящие, не подделка. Вот. Потому что, ну, я не знаю, может кто-то знает, кто-то нет. Есть подделки много, этой Экстры. Она немножко тоньше и легче, соответственно. Так, ну и что? Ну и польские фонарики поставили. Вот, немного грязные. Это Польша. Хоть бросай воду на эту... Как она? Самая глубокая впадина. Марианская впадина. Хоть ее туда бросай. Все, ни хрена не будет даже запотевать. Четком она деловала. Вот. Дальше. МТФ-очки поставили вот такие. Все со вкусом. Убрал я эти квадратные китайские фонари, которые там половина светит, половина не светит. Не могут они сделать красивые фонарики вот эти квадратные. Да, мне тоже нравятся. Но, блин, вот почему-то они не долгожители ни хрена. Есть китайские нормальные фонари, которые ходят. Но я, короче, решил поставить Осваровский оригинальный фонарь. Поставил туда все диодные лампы. Вот. И установил вот такой вот МТФ. Прикольная вещь. Светит бомбически. Ну, собственно, и все. Камера. И вот тут у меня еще есть проводочек такой на освещение. Сюда. Может быть, когда-нибудь я поставлю все-таки сюда будку с воротами. Тут, смотрите, вот Осваровские фонари, у них идет под каждый контур, вот этот вот, свой отражатель металлический. А на китайском фонаре он идет полностью такая пластина. Ну, как не пластина, а пластиковая накладка. И она из баллончика с просто краской. Как она? Хромированной красочкой покрашена просто. Вот. Серебрянкой. Вот. И вот здесь вот есть такие, как они, перегородки. И они немножко выпирают вверх чуть-чуть к стеклу, чтобы не было засвета в другие вот части вот эти элементы. То есть, а в китайском поворотник включаешь или габарит, у тебя поворотник тоже засвечивается. То есть, ну, короче, оригинал есть оригинал, Освар, короче, вот поставил, тема нормальная. Вот. В принципе, как-то так. Эуржи у нас стоял на этой машине. Мы на жезельку поставили. Электроусилитель стоит внутри, в салоне, вот здесь вот. Вот. А сейчас комплекты уже приходят монтажные. Они устанавливаются под капотом. Там, под вакуумным усилителем. Вот. Но сути ничего не меняет. То есть, все работает, функционал здесь остается тоже самое. Сошку я здесь поставил удлиненную, да. Потому что я поездил годик. Когда ты ставишь электроусилитель, у тебя немножко оборотов добавляется. Вот. Чтобы это обратно вернуть все в штатное место, нужно удлиненную сошку приобрести. Вот. Так что. Такие вот у нас дела. Блин, нравится мне. Друзья, ну, вы про решеточку в комментариях напишите, пожалуйста. Надо сюда хром, не надо. Цыганщину. Мы же все любим цыганщину. В глубине души вот это все. Вот этот. Как она? Вороний тюнинг. Вороний тюнинг. Вот. Я бы поставил, конечно, сюда нержу. На красном фоне она прям, когда солнце. Это же Mazda V46, кстати, цвет у нее называется. Там она многослойная краска, как кэнди получается. И она на солнце прямо вух бомбит. И если это все на хроме будет, мне кажется, на красном фоне четко смотреться. Оцените, друзья, газельку. Как вам она зашла, не зашла. Пишите в комментариях. Ждем, пообщаемся. До новых встреч в нашей телепередаче. Дукальские колдуны. Всем газелистам страны привет. Вот, друзья, газель. И здесь тюнинг, не тюнинг. Здесь вообще целая культура, можно сказать, а? Братва жениха. Ну, это же вообще жесть. Кто-то говорит, нахер надо, лишь бы бабки приносила, блядь. Не, тюнинг это, блин, наша история. Кнопочка старт-стоп, друзья, вещь. Пультик вот такой вот идет к ней. Автозапуск. Открыть-закрыть. Все здесь работает. Вот, вот она закрылась. Стоп, тормоза нажал, и она закрылась. Друзья, все, что здесь, на этой машине установлено, напомню, все у нас можно приобрести в нашем магазине Дукальские колдуны. Продолжение следует...